Добрый день! Вот девочки попросили рассказать, как я креплю камеру в машине. В первую очередь я купила коврик, который сегодня, почему-то, не знаю, в двух машинах посмотрела, где-то завалился. Я в самом первом своем видеоролике говорила, что мы поехали покупать коврик. И я его складывала прямо вот сюда, вот, или сюда. Это коврик такой для держания вещей, чтобы они не падали в машине. Он обыкновенный вроде смотрится, такой прорезиновый или резиновый, но он сам не скользит по поверхности. Если вы положили на него очки, ключи, телефон, ручку, оно здесь и будет, оно никуда не упадет. И когда я думала про камеру в первый день, чтобы она у меня тут не ездила, я решила, что я такой коврик куплю. Я его куплю, я им пользовалась достаточно долго. Но там нет возможности вот отрегулировать угол, как это я делаю сейчас. Я купила вот такую конструкцию. Вот она такая вот, всяко-разно изгибается. И поэтому я у себя ее в этой машине, в линкольне, я ее креплю на главбокс, как это называется. Да, документы складывают, такой вот здесь полочка внутри в машинке. У нее вот достаточно ровная поверхность, и поэтому она может работать как стекло. Вот эта вот пластмасса. Я сюда прямо креплю его. Причем крепить очень просто. Вот просто вот этот рычажок поворачивать, и тут присоска, оно присосалось. И я прикрепляю вот таким образом свою камеру, а потом кручу его так, как мне надо. Вот у старой камеры, это я старую поставила, надо было открывать. Вот оно появились мы с нашей новой камерой, у которой, вот видите, сбалансированный. Оптический прицел его обзову. Видите, я могу камерой крутить, а изображение не будет очень от этого страдать. Вот так мы его снимаем, разворачиваю к стеклу везде. Когда я еду на старой машине, то я прикрепляю его к стеклу, потому что там нет такой модели. Оно тоже там пластмассовое, но оно не ровная пластмасса. То есть вот здесь бы ниже оно бы уже не прицепилось, потому что тут шебушинки. Дома его прилеплять можно на любую стеклянную поверхность, на полированную поверхность. То есть если вы хотите вот снять, допустим, свой процесс вышивания, можно сесть где-то к шкафчику, у которой есть стекло, прикрепить камеру, посмотреть, чтобы оно было направлено вот сюда, и показывать свою работу. Вот такое вот приспособление. У нас в магазине его не было, я пошла спросила, его не было. Я заказала его онлайн. Стоит недорого, не помню уже сколько. Есть различные. Вот я выбрала такую, чтобы он потяжелее держал, вот на такой присоске. Если вы снимаете на телефон, то там есть держалки для телефона тоже. Просто надо пойти онлайн, посмотреть accessories for videocam, приспособление к видеокамере. Вот так вот зайти, найти, посмотреть, заказать и пользоваться тем, что может вам помочь. Мне очень нравится вот эта моя новая камера, а держалочка-то у меня уже давно. Я думаю, что нужно дописать маленький кусочек по поводу того, как не надо крепить в машине камеру или телефончик. Вот сейчас у меня на стекле в машине такой держатель, и оказалось, что мне его некуда прилепить. Я-то думала вот сюда, на эту достаточно широкую платформу я его поставлю, а оказалось, что он достаточно высокий. Не помещается здесь. Поэтому я его, скорее всего, когда буду записывать, буду все-таки на эту панель так и цеплять. Немножечко далековато, и я думаю, может быть, придется купить микрофон для того, чтобы было хорошо меня слышно. Может быть, и здесь хороший микрофон, такой же, как в камере. Но я думаю, что пора купить все-таки микрофончик отдельный, чтобы шумы машины, особенно шумы колес об асфальт, они значительно шумнее, когда я быстро еду, чем шум мотора. Нужно все-таки купить. Надо уважительно относиться к своему зрителю. А здесь вот я прилепила для телефона и не для съемок, а для разговора. Я когда еду, я разговариваю, я вот сюда его поместила, потому что машина у меня старая, ей уже 8 лет, и блутуза здесь еще не было. Поэтому я разговариваю с телефончика, просто поставив его на громкую связь. И здесь же в машине я иногда провожу консультации, потому что куда-то я еду 15 минут, куда-то 30, и это время, которое мы можем использовать. Поэтому я его сюда прикрепила. Вы на стекло не цепляйте. На стекле самая большая вибрация, и запись у вас будет некачественная. А с вами была Галина Смесь. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.